друзья мои всех приветствую всем приветики девочки мальчики я собралась приготовить шаурму приготовила в общем ингредиенты у меня такой вот лаваш лаваш армянский майонезный соус огурец помидорчик помощник тут топором помогает так куриная грудка копченая и корейская морковка сейчас буду готовить шаурму всем приветики еще раз первую очередь поздравим дорогих мужчин дорогие мужчины поздравляю вас с праздником крепкого здоровья вам желаю хороших доходов желаю вам и всего самого наилучшего будьте настоящими мужиками так так я скажу настоящими мужчинами так ну а что я делаю девочки собралась собралась все-таки приготовить шаурму потому что время у нас уже время уже ближе к вечеру пора бы и приготовить так у меня здесь майонез я порезала чесночок вчера мы не стали делать мы на покушали и решила на сегодня в общем оставить вкуснятину у самой слюнки текут я не любитель девочки шаурмы но домашнюю шаурму можно можно и по попробовать можно и отведать вчера мы думали что будем готовить шаурму решили купить копченую грудку и по скоренькому сделать но вчера у нас в общем было что покушать и наготавливать мы не стали а сегодня праздник у мужчин и вот решила я сделать муж тоже казан наготовил девочки потом покажу что он приготовил целый казанище целый казанище вот так вот я еще его не поздравляла время девочки вечера я мужа не поздравляла ну вот так бывает бывает вчера муж немножко попраздновал у нас вчера было событие дочери исполнился месяц ну и он решил в общем себя порадовать себя любимого ну и все на этой почве девочки отведать что ли кожуру скажу я сегодня я сегодня девочки не ем не ем не пью ничего нет настроение не было пока я не включилась сейчас с вами вместе буду поднимать себе настроение я немножко поспала пыталась кое-что делать но но увы увы и девочки так бывает так бывает жизни у нас потом думаю чё я лежу тухну надо вставать надо вставать и радовать себя себя парней развлекаться развлекаться девочки ну не развлекаться готовить говорю приготовить шаурму парни то ведь не виноваты они ее ждут так сырок порежу помидорчик огурчик купила вчера вот девочки подарок думала поздравлю все по-человечески но получилось как всегда так что беру себя в руки муж пока отдыхает спит от отсыпается вот может быть поздравлю к вечеру все таки к вечеру поздравлю так что я хотела мелко огурец то порезать да порежу мелко огурчик кусочек кусочек огурчика укусить можно аромат какой огуречный прям как будто огурчик с грядки нарезаю девочки огурчик кубиком кубиком рубиком мне так вот захотелось в общем захотелось так чтобы прочувствовать вкус огурчика я не люблю сильно такую знаете шаурму когда в ней много много соуса много жидкости люблю когда много мяса мне не попадалась наверно такая вкусная шаурма сколько бы я ее не пробовала не знаю что то мне она по вкусу никогда не приходилось только своя домашняя когда своими ручками сделаешь как говорится положишь то что тебе нравится тогда конечно пальчики оближешь огурчики вот так вот под нарезала еще поднарежу помидорку девочки как я буду резать помидорку помидорку я резать мелко не буду помидорку мы нарежем так вот нарежем помидорку нашу это видно вроде бы помидорочка желательно ножичек поострее у меня принципе нормально за по пальчики не отрежу так порезали помидорку огурчик куриную грудку все ингредиенты девочки готовы которые я буду добавлять майонезиком намажем сыру на держи сыр вот так девочки то все смотрится выглядит в общем разделила лаваш на две половинки и сделала еще две вот такие вот маленькие в общем не стала делать большую потому что такая вот прям огроменная получилась первая так что сейчас вот заверну и будем обжаривать ну вот девочки обжарила нашу шаурму такая вот одна большая и две маленькие вот муженек у меня здесь наготовил вот так девочки наварил супца с чем это он интересно наварил о с маккарошками так что так вот будем отведывать пробовать на запах шаурмы девочки пришла дочь да нет я позвонила пригласила ее так мы делаем мы звоним я звоню говорю дочь ты идешь кушать я сказала нет нет мы не хотим ну что значит не хотим я грунт такая обалденная шаурма все девочки вот в общем виталия попробовал марина и пожалуйста нам осталось еще сейчас девчонки доснимала в общем видео на дневник мамы ольги раз рассказываю говорю вот две маленькие шаурмы одна большая но это слишком большая шаурма получилось я даже маленькую шарму шаурму не могу скушать вот в общем где-то вот так вот кусочек можно съесть марина тоже попробовала вот положила себе в кулек баночку супа наготовила я ей достала в общем пироженки тоже возьмите тарелку положи ну конечно нет ты тарелку возьми кулечком закроешь потому что по улице же пойдешь вообще надо с корзиной ходить я всегда с корзиной ходила раньше из дома в дом ходили мы с корзинкой так что такая шаурма получилось ну что как те шаурма то дети тоже вот дочь тоже не любит я не знаю хочешь бери еще если ты хочешь я думаю ты наверно кота угощать хочешь а может так что вот так в общем такая у нас получилась шаурма тоже сейчас попробую или мужа подожду не знаю в общем но он спит но не спят матрейка уснул и отец уснул я тут пока крутила говорю сейчас обжарю быстренько виталию позвала виталий тоже понравилось у нас дания больше всех любит шаурму он такие такие вот вообще вкусняшки любит а виталия у нас такое не не очень но половинку он в общем они вот такую маленькую шаурму разделили пополам и получается ты не доела да ты не доела и он тоже так что вот так в общем а то как-то я делала девчонки мне писали чудо ты мало делаешь такая семьи еще девочки нам вот этого достаточно так что буду ждать наверное пробуждение мужа буду подчивать его шаурмой буду пробовать супчик не стала я никого ждать решила отведать в общем шаурму налила себе супца ну что она что не до вечера будут спать у у меня ребенок уже шевелится я целый день не ела девочки а вот бывает так вот испортят настроение и все и не пишите мне что у меня скверный характер я думаю что у каждого девчонки сейчас напишут по любому мой муж суп приготовил то дело другое дело а у вас вот такое как вот как вот так бывает да а можно готовится делать но я думаю не у одной же меня муж готовит там какие-то дела делать домашние да он вас огорчил и вы сразу с ним начинаете разговаривать и начинаете подарки ему дарить поздравлять в праздник допустим даже если это праздник ну вот так вот так получился вот такой день вышел но он сам виноват он виноват в том что не надо было вчера накануне праздничек отмечать ну конечно не 23 февраля отмечал мог бы воздержаться так что сейчас я отведаю детям понравилось сказали вкусная шаурма я раньше помидорки мелко резала оно и так сочно вкуснятина девчонки приятного аппетита кто кушает буду кушать покушала девочки покушала решила чаек попить ну что я покушала я вот немножко отрезала шаурмы и еще оставила еще оставила муж тоже кстати не особо любит шаурму дети тоже как-то ну виталев сюда ел то не маленькую шаурму с мариной пополам разделили марина и немножко не доела вкусная шаурма очень даже замечательно быстренько и вкусненько у меня кекс конечно есть пироженки я на них девочки смотрю смотрю но тоже не буду а достала яблоко раздора яблоко раздора вчера вчера ну что вот кстати он у тебя не выбросил а нет выбросил выбросил а то смотрю стоит бутылёк то вот пожалуйста девочки вот это яблоко раздора зачем вот вчера ничего не сказала сюда все по человечески ну выпил все все и начинает развязываться язык язык развязывается человек начинает говорить гадости все портится настроение портится отношения и вот сегодня подвысказала я вначале молчала ничего не говорила настроение сразу на нуле упадок сил аппетит пропал кушать я тоже не хотела ничего не ничего не буду готовить ничего делать не буду все в общем с утра еще успела матвейку матвейку и в данью поздравить так слава богу виталю всех в общем парней про него сразу вчера уже решила что поздравлять и не буду потом значит немножко нет нет я еще начала уже отходить думаю но все все таки наверное я это поздравлю подарок купленный вроде ждет ну ну что то ли это похмельный синдром то ли что это такое я не знаю даже девочки но язык и продолжает молоть молоть все что не попадя и окончательно я поняла что у меня нет желания поздравлять никакие подарки дарить я уже даже пожалела что я купила подарок пусть он не такой уж прям дорогой но и не дешевенький принципе замечательный хороший был подарок но он решил в общем устроить себе праздник 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 с этим как всегда замечательный чудесный кто-то написал девочки комментарий сидит горит слюной давится и типа тоже хочет я если захочу девочки меня даже в кормлении грудью не остановит я могу бокал выпить но я не хочу его пить не хочу у меня не абсолютно нет никакого желания так что писать вот это сейчас то написано скажешь не остановит но что он бокал вина ничего страшного я лучше пексик съем нет у меня абсолютно никакого желания бывает такое вот знаете сейчас выпила разливного пива вкусненького такого хорошего я люблю пиво бархатная бархатная девочки не люблю никакие вот эти вот пивасы люблю обычное 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 разливное бархатное пиво темно свеженько чтобы она была вкусненькая все а вот это вот все мне как-то вот подвысказала не договорила кстати перескочила а подвысказала что вот далее сертификат на 500 рублей до поздравили и вот надо было взять именно вот три бутылки три бутылки вот это это о чем говорит три бутылки замечательного французского якобы вина ну конечно же нет какое французское но так что вот так так бывает а кто будет писать что ты не снимай не показывай но показываю девочки вот как есть так и есть вот был бы праздник показала бы праздник раз нет праздника получается праздник муж сам себе испоганил все остался без подарка без праздника в общем а я ему сегодня сказала я говорю вообще в эти бутылки сейчас я группы не испортил гель получается ты мне испортил настроение ты меня оставил голодной много чего ты мне сделал получается плюс мне нужно кормить ребенка а чтобы было молоко естественно мне надо пить чаек мне надо кушать супчик свеженький в общем ну питаться вот сейчас говорю я возьму камеру возьму эти две бутылки и расшибу их просто расшибу вот и все ну потом одумалась кручу я буду расшибать проснется скажу чтоб отдал кому-нибудь поздравить кого-нибудь пить он их точно не будет вот так я думаю кто-то меня поймет кто-то не поймет кто-то гадость какую-нибудь напишет опять дело ваше каждый остается при своем мнении а если бы я мужа загнобила как многие пишут то он бы даже бутылочку не отведу но сегодня он он сам себе в общем выбрал можно было конечно выпить и лечь спать и не открывать рот не открывать его девочки просто потому что я уже легла спать человек начинает говорить разговаривать разговоры разговаривать и все и конечно же слово за словом я думаю всем все понятно все мои дорогие доедаю в общем кексик сейчас надо это все прикрыть мы маленькая страсти немножко мы в моей груди улягутся подарок то подарю не подарю посмотрим в общем как пойдет собралась девочки на улицу сходить на улицу хочется погулять конечно но с кем пойдешь гулять муж спит что сынок нагулялся дорогой сын давай ешь и шаурму да не нагулялся я пошла сына набери к полное ведро я думаю пол ведерка воды принесу так пить захотелось погода такая девочки такая красота снег такой рыхлый так ради тоже капает по стоку ветерок классная погода слушай сына сколько интересно градусов я что-то не посмотрела красота я хотела на набережную сходить прогуляться виталию позвала витали уроками занимается у него очень много уроков ему вообще некогда так бы дышал и дышал ходил красота девочки думала его собрать а она спит тоже я ворочить ее с одной стороны целый день проспит вечеру проснется но я вчера сон потеряла потеряла девочки вчера сон долго не спала вот так что что дочь чем интересно занимается яблочки нынче как-то не все объели обычно вся яблонька объеден птерок свеженький так что прогуляюсь немножко поэтому в в в в в Играет музыка. Дорогой супруг, не зря ведь я покупала подарочек, чтобы ты мне настроение портил. Шаурму даже девочки пробуют, сроду не едал. У меня, у тебя совсем другая. Я всегда делала, ты все время говорил, я не хочу. Ну вот еще порция. Виталий, боишься шаурму? Привет. Как раз. Зато все съелось, а то бывать сделаешь, в холодильнике лежит, лежит. Ну что, мой любимый, дорогой, подарочек тебе. Поздравляю тебя с праздником. Твой праздник. Целовать я тебя не буду. А я так буду. Без пацану, я флагман. Спасибо, дорогая. Всем бы по такой же не. Да. Я бы сказал, да. Распечатывай. Я хочу запах понюхать, потому что мне что-то показалось, как будто, выбирала девочки, вроде как, была одна коробочка, а я потом на кассе смотрю, мне как будто что-то другое дали. Да, Виталий? Или мне показалось? Показалось. Показалось? Там такая, была, там, большая бутылочка, попробуй. Это тебе объяснили. Ну что там не потерялось больше? Нет, там носочки, как обычно. Носочки, девочки. Ну и открыточка. Даже запах сразу, аромат такой пошел. Еще не открывал даже. Не открывал, да. Может меня правда обманули? Там бутылочка, она не пахла, она стояла вот так вот. Я поднесла немножко, но запах такой приятный. Ну да, не резкий, ничего такого мягкий, я такой люблю запах. Это я такой люблю, на свой же вкус. Виталия, нет, для нас обманули, это я не те покупала. Там бутылочка голубая была, мне кажется. Какая голубая? Ты в видео посмотришь, поймешь. Да? Ну приятно пахнет, такой запах классный. Да? Мне казалось, голубая бутылочка, больше она. А тут... Ты сказали, что пробник типа побольше. Ну, аромат прикольный, прикольный вообще. Может у маленькой его это запах. Так что поздравляю тебе, дорогой, еще раз. Спасибо. Давай, здоровья тебе крепкого, чтобы зарплату у вас там повысили, чтобы ты зарабатывать начал. Спасибо. Ну и поздравляй кого-нибудь бутылями-то. Ладно, я кстати думаю. Сегодня праздничек-то все уже. Я вчера напробовал, что не хочу больше. Так что вот так, друзья. В общем, муж все-таки с подарочком. А то я думала, все, я уже Виталий хотела подарок подарить. Все, ну а что? Виталя, да, я хотела тебя уже поздравить повторно. Да? Про утюжок девочки написали. Ой. Клялась, говорит, божилась, что Виталий ничего с волосами не делает. Не выпрямляет, ничего. Не выпрямляет девочки их. А утюжок, не знаю. Виталя, что у тебя в голову взбрело, что утюжок надо купить? Так им не только выпрямляют, если не знают. Нет, ну многие это не знают, пишут. Просто нет. Как тебе пришло в голову, там написали, что откуда он-то берет такое, что надо утюжок там купить? Я потому что не смотрю, как это все делать. Данечка, перцу подать. Ну конечно, если молодой человек или взрослый мужчина, это не значит, что надо ходить бабуином, вот таким заросшим, и немытым, неблагоухать. Нужно за собой следить. И очень даже хорошо, когда парни следят за собой. Молодые, молодые парни, молодюсенькие парнишки. Потому что в таком возрасте обычно парни не любители за собой следить. Многие. У нас, слава богу, все парни. Все, все, все. И Костя, и Толик, и Виталя, и Даня, они все за собой, слава богу, следят. Парни тоже любители, как говорится, муж. На марафетиться немножко. Да, ну что там у тебя морковь тут висит? Ну, я отчего это... Любители, да, муж тоже любитель раньше был. Как побреется, намоется, наденется, надушится. Ну, это гены, девочки. У меня отец такой, так что что-то написал. Плохие гены достались. Очень даже хорошие гены. Чистоплотные парни. А есть мужчины не чистоплотные, это, конечно, не очень приятно. Так что, слава богу, что у нас такие... Ты знаешь, почему они такие парнишки? Они же старше, а раньше это по-другому было. И стереотипы другие. Ну, там вот женщины тоже пишут, взрослые, что и раньше были, была мода раньше. Кто-то написал, как Анжела Дэвис, кудри делали. Молодые парни ходили в клешах, брызгались. Такие еще бутылки, помнишь, Саша, были эти, как они называются? Такая бутылочка, такой шланчик и такая штука, так вот, как это... Это у меня дедушка брызгнулся, у него постоянно... Такая, это раз-раз, побрился. Он туда духами наполнял, так, пшик-пшик-пшик. Мне не нравились, кстати, у нас такая была штука, с такой еще мохнаткой. Побрился мужчина, прическу сделал и подухарился. И, пожалуйста, свеженький, чистенький, приятный. У меня дедушка, можно сказать, до самой смерти, всегда восстановителем волосы красил. Он делает свой цвет волос, он всегда за собой следил, чтобы у него что-то... Стереотипы. Всегда чистенький, он никогда, даже на работу, я не помню, чтобы или куда-то дедушка хоть что-то делал, чтобы он в грязной рубахе был или в чем-то таком, с какими-то потеками, там, как суп ел, так ага. Нет, да ты представь, вот ты сейчас говоришь, красил волосы. Мужчины тоже волосы красят, да. Следят за собой, если, допустим, кто-то не может смириться с сединой. И закрашивают ее. А кто-то, например, вот как мой муж, бреется каждый день. Ну, уже сейчас не каждый день, за столько лет. Ты как с Чечни приехал, считай, уже с 2003 года. В 2004 или в 2003 ты побрился? В 2003 или в 2004 году побрился? Все. И с тех пор, каждый день, изо дня в день, пожалуйста, все. Я говорю, ну уж ты уже трости хоть маленее. Ну, сейчас уже смысла нет, конечно, там уже седина немножко идет. Ну, конечно. У меня его прадедушку расстаровал. Он всегда восстановительный. Зато ему было 70 с чем-то даже. Я помню, он на 50 выглядел. Может, даже моложе. Ну, конечно, машинки на лице были. А так крупный мужчина он такой. Ну, это гены, хорошие гены. Чистенькие. Потому что кто-то писал, что ой, 50 уже списывать начинают, вот уже старики записывают. Не знаю. 50 это еще не возраст. Ну, уже, конечно, уже как бы такой, вроде как и возраст. И вроде как еще и не совсем. Так что, девочки, вот так, в общем. Вам желаю, чтобы у вас мужчины, кто еще не нашел своего мужчину, чтобы у вас был мужчина свеженький, чистенький, умел зарабатывать деньги. И хорошего мужчину девушкам желаю, которые меня смотрят и в поиске. Так что, а мужчинам желаю следить за собой, быть всегда при параде, можно сказать. Радовать своих женщин, свою женщину любимую. Так что... Ничего интересного, дедушка, не пил вообще, не курил. Ну, ты тоже не куришь. Слава Богу. Еще бы ты курил. Я вообще запах не переношу. Отец тоже, родной, тоже не куришь. У меня отец тоже не курил. Не курил, но пить он тоже не такой вот прям это. А есть люди не пьют, не пьют, но сорвутся и какой-то момент какой-то такой вот. В общем, выпивает такое вот у него. Но в плане чистоплотности у меня отец очень такой, как бы, следил за собой. Мать рассказывала. Ну, почему удивляться тогда. Ну, так что у нас, в принципе, гены это очень хорошо. Мне мать раньше тоже говорит, все намываешь, да начищаешь вся в отца. Зубы все чистишь по нескольку раз. Он говорит, все время у тебя зубы начищал. Ну, чтобы зубы белые были. Ну, вот. Так что, друзья мои, все. На этом я с вами прощаюсь. Всем вам огромное спасибо. И до скорых встреч, друзья. Всех с праздничком, мужчин. Пока-пока. С праздником. До свидания. Продолжение следует.